Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья. Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Уже буквально через считанные часы Nvidia представит нам свою новую линейку видеокарт RTX 3000. А перед этим давайте окунемся в прошлое и посмотрим, какой путь пришлось преодолеть зеленому чипмейкеру, чтобы добиться такого успеха на рынке графических процессоров. А началось все в Калифорнии в апреле 1993 года, когда Дженсен Хуанг обедал со своими друзьями, Крисом и Кертисом. Его друзья в то время работали инженерами в довольно крупной компании, а сам Хуанг занимал руководящую должность в компании по производству интегральных схем. Все они верили, что грядущий прорыв в компьютерной отрасли произойдет благодаря аппаратному ускорению вычислений, слишком тяжелых для процессоров общего назначения. И именно тогда, за обедом, они решили создать свою компанию. И как вы уже поняли, выбор их пал на графические процессоры, которые в то время только начинали набирать популярность с приходом трехмерных игр. Само название Nvidia они придумали прямо накануне регистрации компании, и оно произошло от латинского слова Nvidia, что переводится как «зависть». Первое время компания занималась проектированием и маркетингом продуктов, но не обладала собственным производством. И только в мае 1995 года Nvidia нашла партнера по производству чипов и представила миру мультимедийную карту NV1, созданную по техпроцессу 500 нанометров. Она объединяла в себе как обработку 2D и 3D графики, так и звуковую карту и порт для игрового контроллера, который был совместим с приставкой Sega. Однако карта имела не весьма большой успех, так как вскоре вышел API DirectX от Microsoft, который она не поддерживала. Nvidia была вынуждена сократить половину сотрудников и в последующем отказалась от выпуска NV2 и сосредоточилась на разработке комплектующих для ПК, и уже в 1997 году представила миру графический процессор Riva 128. Благодаря поддержке DirectX и высокой производительности при малой цене, у данной карты получилось бросить вызов главному конкуренту, в лице Voodoo Graphics и даже отвоевать себе часть рынка. А уже через год Nvidia выпустила еще более успешную карту Riva TNT. Это был первый потребительский ускоритель графики, который мог накладывать две текстуры за один проход, а также опережал конкурентов благодаря параллельной обработке 2D и 3D графики. Успех этих ускорителей утвердил Nvidia как одного из ключевых игроков на рынке. А наконец, с 1997 года рыночная доля компании оценивалась в 24%. Затем компания долго и упорно боролась с исками от конкурентов за нарушение патентов. И только в 1999 году Nvidia выпустила графический ускоритель Riva TNT 2, с которым она уже вплотную приблизилась к своему главному конкуренту 3DFX с их Voodoo Graphics. Но главным релизом года эта карта не стала, так как в этом же году появилась на свет первая в своем роде GeForce 256. Это был первый графический процессор, который обеспечил значительный скачок производительности в системе со слабым процессором. А в 2000 году компания выпускает GeForce 2, ядро которого было самым совершенным и производительным в начале 21 века. И кстати, именно в линейке GeForce 2 появились первые вариации для старшего модельного ряда, обозначенные суффиксом TI, что расшифровывается как Titanium. Далее в 2001 и 2002 году зеленый чипмейкер ввязался в патентный спор со своим главным конкурентом 3DFX и она в итоге не выдержала конкуренции и просто обанкротилась. А тем временем Nvidia представила миру GeForce 3, которая была первой видеокартой с шейдерным движком, но к сожалению выпускалась только в топовой вариации без ускорителей начального уровня. А в 2002 году на свет появилась GeForce 4, которая разделилась на TI и MX. Линейка TI была более производительная и развивала архитектуру GeForce 3, а вот бюджетная MX была на архитектуре GeForce 2. И уже в 2003 году выходит пятое поколение видеокарт под названием GeForce FX, которые обзавелись поддержкой Shader Model 2.0, а она в свою очередь выводила графику на новейший кинематографический уровень. Думаю многие олды помнят как было обидно, когда игра не запускалась и требовала эти шейдеры. Сейчас хоть игры запускаются без лучей, а тогда приходилось кардинально менять видеокарту. И уже в 2004 году выходит GeForce 6, которая принесла шейдеры третьей версии и поддержку объединения видеокарт в SLI. Через год появилась и GeForce 7, которая не привнесла особых изменений, но продолжила развивать технологии GeForce 6. К примеру, за счет изменения в архитектуре Nvidia удалось добиться повышения производительности в полтора раза при том же количестве потоковых конвейеров. И в 2006 году на свет появилась GeForce 8, которая имела унифицированную шейдерную архитектуру. Унифицированные процессоры могли проводить как геометрические, так и пиксельные, и вершинные, и даже физические расчеты. И именно GeForce 8 дала свет программно-аппаратной архитектуре параллельных вычислений, которая называется CUDA. И через два года после этого Nvidia выпускает GeForce 9, которая использовала все ту же архитектуру Tesla, которая и сделала огромный скачок с выходом GeForce 8. И уже в 2009 году зеленый чипмейкер выпускает десятое поколение GeForce 100. Однако эти видеокарты мало кому известны, так как были рассчитаны на готовые сборки. И в рознице найти их было тяжеловато. Да и производительностью они похвастаться не могли. К примеру, G150 была урезана вдвое от прошлого флагмана GTX 9800. И в этом же году Nvidia выпускает уже нормальные общедоступные видеокарты GTX 280 и GTX 250, которые обзавелись поддержкой CUDA версии 2.0 и PHYSICS. Помимо того, карты поддерживали DirectX 10 и шейдеры версии 4.0. А вышедшие чуть позже GT220 и GT240 получили поддержку DirectX 10.1 и шейдеры версии 4.1. И уже в 2010 году появилась серия GeForce 400, которая получила поддержку DirectX 11, а также новейшие шейдеры пятой версии. А самым интересным в архитектуре ферми была поддержка технологии Direct Compute и OpenCL, которые позволяли проводить вычисления компьютерной графики при помощи графического процессора. И в этом же году свет увидели видеокарты GeForce 500, которые явились доработанными версиями на той же архитектуре ферми. И через два года в 2012 году были представлены первые графические процессоры на основе архитектуры Kepler. GeForce 600 были первыми картами, которые получили технологию GPU Boost и временное сглаживание TXAA. Плюс ко всему новый техпроцесс 28 нанометров привнес лучшую энергоэффективность, а сами карты получили поддержку DirectX 11 и в будущем частичную поддержку DirectX 12. А в 2013 году появилась очень интересная линейка GeForce 700. Интересная она тем, что топовые карты GTX Titan и GTX 780 получили доработанную архитектуру Kepler, а уже в 2014 году вышли следующие GTX 750 и GTX 750 Ti, которые были построены на новейшей архитектуре Maxwell. Основной фишкой архитектуры Maxwell можно назвать как динамическое разрешение для сглаживания неровности без ущерба производительности, так и развитую технологию CUDA. Также в этом году на свет появляются и GTX 970 и GTX 980, которые выступали флагманами архитектуры Maxwell и могли похвастаться комфортными температурными режимами. И только через два года свет увидела революционная архитектура Pascal. В 2016 году Nvidia представила миру GTX 1060, которая по производительности была на уровне GTX 980, но в то же время обладала скромным энергопотреблением. Все тогда говорили, что это явный скачок вперед, однако топовых карт пришлось подождать. Ведь след за 1060 нам представили только Titan X Pascal в июле 2016 года. И только 1 марта 2017 года зеленый чипмейкер представил миру GTX 1080 Ti, которую Хуанг тогда назвал самым мощным игровым графическим ускорителем в мире. С тех времен повыходило еще много видеокарт на Pascal, и большинство из них сейчас и стоят в ваших ПК. И уже в 2018 году нам показали совершенно новую архитектуру Turing с новенькой приставкой RTX. Серия видеокарт RTX 20 принесла в себе поддержку трансировки лучей в реальном времени, которая реализована с помощью новых RT ядер. А для увеличения детализации изображения используются решения на базе искусственного интеллекта. Но и производительности самого GPU чутко прибавилось, так как выросла частота и количество CUDA ядер. В общем RTX видеокарты получились весьма удачными, но были неоправданно дорогими из-за технологии, которую мало кто понимал. Сейчас же ситуация уже немного другая и цены слегка упали на карты с лучами. Да и спустя два года зеленый чипмейкер уже уверенно доказал, что трассировка лучей в реальном времени имеет место быть в игровых видеокартах. И вот уже буквально скоро мы увидим новую архитектуру Ampere от компании Nvidia. По всем инсайдам топовая видеокарта должна получить название RTX 3090 и показать миру дальнейшее развитие технологии трассировки лучей. Также ожидается, что RTX 3080 и RTX 3090 выведут графические ускорители на новый уровень быстродействия и получат еще больший объем видеопамяти. Не исключено, что Nvidia покажет нам и новые технологии, которые позволят более эффективно работать видеокартам или привнесут что-то новое в игровую индустрию. В общем ожидания от RTX 3090 лично у меня довольно большие, а про все новинки из презентации я постараюсь в кратчайшие сроки рассказать вам после ее окончания. Также есть вероятность, что нам покажут еще и бюджетные RTX 3070 и RTX 3060, так что презентация может быть еще более горячей, чем планировалось. А если вам понравился данный путь компании Nvidia длиною в 27 лет, то обязательно поставьте этому видео лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!